Маленькие коридоры, тесные кабинеты. Это школа села Рощина. Каждый год количество классов увеличивается. Да и само здание не приспособлено под учебный процесс. В советское время здесь размешалась контора одного из предприятий. Если служащим здесь было весьма комфортно, то педагоги и ученики страдают. Педагогам некогда даже пройти между парк. Места нет. Я же не говорю о учениках с их сумками. И у нас сейчас дети растут, как на грибах. Даже младшее звено и тон. Видите, какие крупные дети. Мы заходили с вами в класс. У нас, естественно, места не хватает. У нас нет, естественно, вентиляции. Мы открываем форточки, а все, больше у нас ничего нет. Еще одна проблема – отсутствие спортзала. Для того, чтобы быть сильным, смелым и сдать нормы ГТО, нужно бежать за сотни метров от школы. Во-первых, тесно. Во-вторых, зимой холодно. В-третьих, далеко идти. И, следовательно, пока дойдем, уже проходит даже 10 минут урока. О новой школе в Рощино мечтали давно. Но сначала долго утверждали проект. Начали стройку, сделали почти 50% запланированных работ и остановились. Финансирование закончилось. Три года здесь шумел только ветер. А теперь шумит еще и техника. На этом объекте можно появиться, только надев на себя каску. Из краевого бюджета выделили деньги. И в селе Рощино Красноармейского района возводят школу, аналогов которой нет в Приморье. Деньги пошли после визита в Красноармейский район Владимира Миклушевского. Губернатор распорядился включить объект 102 поручения. Уже сейчас строители собрали три блока из четырех. Проводят систему отопления и завершают внутреннюю отделку школы. На темпах работ вынужденный простой тоже сказался. Это просто время. Естественно, кирпич мерзнет. Осадка здания идет не полностью, неравномерно. Вот как у нас, допустим, сейчас. За ходом стройки внимательно следят представители местной администрации. Школа – объект социально важный. Уже даже решен кадровый вопрос. Ну, вообще, Рощинская школа, она обеспечена педагогическим составом. Я думаю, самое главное, чтобы у педагога было 18 часов нагрузки и достойная зарплата. Тогда, я думаю, что результат будет неплохой. Но, в целом, Рощинские педагоги, педагогический коллектив у нас достаточно и обновлен молодыми кадрами. Но, тем не менее, обучаются у нас детки в наших педагогических институтах и возвращаются на работу домой. Сдать объект в эксплуатацию планируют до конца года. Сейчас в Приморье развернуто массовое строительство как школ, так и детских садов. Деньги выделены. Контроль ведется. Данил Макарычев, Павел Филатов, Владимир Зацепин. Панорама.